Приветствую вас дорогие друзья, приветствую тех кто любит наблюдать за тем как я копошусь у себя в домашнем магнитофонном хозяйстве. Для тех кто недавно к нам присоединился хочу внести ясность я к сожалению мастером по ремонту техники какой бы то ни было не являюсь но очень стараюсь и хотелось бы по итогу конечно прийти к такому состоянию когда я мог бы сказать с уверенностью что да я мастер получится у меня или нет я не знаю покажет время поэтому мне не столько нужна ваша критика да что вот я это делаю не так то делаю не так я догадываюсь что я что-то может быть делаю не так больше нужно ваше участие именно какие-то полезные советы из вашего опыта если вы являетесь мастером будет интересно прочитать какую-то полезную информацию в комментариях ну а мы начинаем сегодняшнее видео будем продолжать работу над магнитофоном сатурн поехали по традиции включим катушку которую я ни разу не слушал еще будем слушать ее вместе с вами занимаясь делом это у нас союз-10 сейчас присмотримся так студия союз-10 часть 1 так часть вторую мы уже слушали в одном из предыдущих видео а а и а а а а а а а а Здравствуйте, товарищи слушатели! Поздравляю вас с приобретением юбилейного десятого сборника, посвященного пятой годовщине великой студии «Союз». Торжественным маршем поехали! Давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз, и подумаем о том, что и как будем делать дальше. В прошлый раз я немножко попал в такой тупик по поводу земли. Значит, не во всех цепях я смог нащупать эту самую землю. Ну вот, благодаря комментариям более опытных товарищей, значит, пришел к выводу, что полностью земля будет восстановлена, когда полностью будет восстановлена электрическая цепь магнитофона. А в таком состоянии, когда платы еще не установлены, значит, это может быть нормальная ситуация, что не на всех цепях у нас есть контакт с так называемой землей. Так вот, пока я искал эту землю, значит, я тут подразобрал, конечно, немножко блок конденсаторов. Здесь вот маленько, поэтому нужно будет сейчас вернуть это обратно, все собрать. И фокус, внимание свой я собираюсь сместить на вот эту вот, как ее назвать, станину, что ли, с лентопротяжным механизмом. Значит, что здесь у нас можно сказать? Можно сказать, что я вижу здесь наличие грязи кое-какой, старой смазки, а также, к сожалению, я здесь вижу наличие ржавчины. Но, слушайте, я так устал уже с коррозией бороться на этом магнитофоне, что, наверное, именно для этой пластины я просто постараюсь навести косметическую чистоту. Может, где-то немножко уберу ржавчину, но каких-то таких кардинальных решений, которые были приняты в отношении скелета аппарата, здесь я, наверное, ничего такого предпринимать не буду. Есть, конечно, вот такие вот прям вот ужасные места, может быть, здесь мелкой наждачечкой я сниму и на этом, наверное, и оставлю в покое. Потому что, во-первых, я устал уже с ней бороться, а во-вторых, всё-таки здесь металл довольно-таки толстый, и я думаю, что продюжит ещё, переживёт, может быть, даже меня этот металл, и ничего с ним не будет. Так что, я здесь вижу два момента сразу. Первое, значит, это нужно будет снять и перебрать, смазать, почистить мотор, наблюдая на то, в каком вообще состоянии аппарат в целом. Я думаю, что это будет правильное решение заняться мотором. А то, что останется после того, как будет снят мотор, нужно будет помыть и хорошенько просушить. Вот вкратце такой план ближайших действий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под шум дождя, проходит ночь, под шум дождя, под шум дождя, под шум дождя, проходит жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 45 минут пролетели как 5 Сейчас мы с вами отправляемся в ванную Будем мыть вот эту вот здоровенную штуковину, хреновину И пока она у нас сохнет, будем заниматься обслуживанием мотора Я уехал далеко от тебя Сам теперь не рад, знаю тут моя вина Я хочу сейчас к тебе только лишь Ты же не зовешь меня, не звонишь Уеду в деревню, уеду скорей Скорей к ненаглядной, к любимой моей Уеду в деревню, уеду скорей Скорей к ненаглядной, женюсь там на ней Субтитры сделал DimaTorzok Вспоминаю наши встречи, вспоминаю И я в прошлом не жалею, не жалею Помнишь, как зимою на свидание мерзли? Ну вот она, помывочка наша состоялась Слушайте, ну теперь гораздо красивше Как по мне, так Прямо приятно прикоснуться Ну теперь будем сушить Причем просушка Очень важный этап в этой работе Просушка Помимо естественного высыхания Которое происходит само по себе Если просто оставить на длительное время Значит, сохнуть Я думаю, стоит, так сказать Спровоцировать нагревание Есть вот такой вот нагреватель На 1800 ватт Который прилично нагревает Место, в которое он дует А поскольку здесь у нас присутствуют Вот такие вот соленоиды Там же витки Правильно, вот там Вот было бы не лишним Это все глубоко-преглубоко Просушить Вот этот соленоид И там есть вот еще один Поэтому соленоидам Поближе к нагревательному элементу Эта штука дует, греет воздух И она сейчас, получается, воздухом будет направлена дуть в эту сторону И тем самым ускорять процесс просушивания Так, включил в розетку Сделаем турбо-режим Все Горячо Был бы тепловизор, я бы вам показал Сейчас оно нагреется И на некоторое время Оставляем просушивать Сначала Это место А потом Точно такой же соленоид С другого конца Этой станины Прошло некоторое время Ну, сходил чай попил Ну вот здесь Притронуться невозможно Я уже обжегся То есть вот эта вот часть Металлическая Раскаленная Тем не менее Вот здесь вот эта бумажная часть Еще пока влажная Я потрогал И для того, чтобы она Лучше просушивалась Я повернул Вот таким вот образом Эту нашу Шелезяку И процесс Просушивания Продолжается В комнате уже Жарко Нагреваечку я пока выключил Я потом еще ее Несколько раз буду включать Ну, в другое время В какое-то Когда я не веду съемку Потому что Если я включил Эту нагревайку Все, все дела Останавливаются Во-первых, в комнате жарко Во-вторых, она шумит Поэтому Процесс просушивания Пока в таком В медленном Режиме Но продолжается В стороночке Вот так В тазике Ну, вся вода стекла Я потом За кадром уже Освобожу Тазик Мы с вами будем продолжать Сейчас вторую сторону Включим Союза И сосредоточимся На моторе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ко меня дружок из пенсион Поет на пуч на свете Хари Рама Хари Кришна 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 И еще один друг Кому название Богдан поет Эй, подумай, смотри на меня Че за как я Че за как я Такие песни Начнем китайский ресторан Пусть символеты Наши рак Прошу бабульца Мерсигваль для рассвета Начнем китайский ресторан Я все красиво отдам Я все любимое Отдам тебе за это Ю-А-Ю-А-Ю-А-Ю-А-Ю Ю-А-Ю-А-Ю Видишь на звезду Встречи на луне Доступны мне Ю-А-Ю-А-Ю Я тебе дарю Я тебе даю Любовь Вокруг Ю-А-Ю-А-Ю-А-Ю-А-Ю Чинь-Чинь Чинь-Чинь Вискай Дорого, злого, молодой На востоке знала Чинь-Чинь Чинь-Чинь Вискай Жил и чевал А вокруг стая Покупала Слыши бородою Во-во-во-во Первым колпою А-а-а-а-а Демон правил И в твер золотой Брат ты мне Или не брат Рад ты мне Или не рад Сядь со мной за стол Налей себе вина И если ты мне брат То пей со мной до дна Ты научил меня Смотреть в глаза И не давать Напрасных обещаний А если дал То слов не брать назад Друзьями не играют Как вещами А я цветы тебе дарил Дарил машину Дачи А я тебя одну любил А я не мог иначе Ах, девчонка, ты позлая Что ж ты надворила А зачем ты тебе Студия ТРД Рекордс Предлагает вашему вниманию Первый магнитный альбом группы Офицер Спрашивайте в кисках звукозаписи В октябре 93-го года Расскажу я вам, ребята Про семейный наш разлад И про то, как в Ленинграде Был однажды я женат Но не влюбляйтесь в первую встречу И из дома не придут Тридцать метров Крептышина Пудра, крем, одеколон Два бидона, сперосина Ленинградский патикфон Белой шерсти, полушалок Фирмы Мозер и часы Два атласных одеяла И спортивные трусы Ты кончал Твой медицинский институт И в чём-чём А в анатомии был круг Как твоя латынь порой была нежна Я тобой уже не больна Я с тех пор не доверяю докторам Сколько раз тебя ждала по вечерам Сколько раз шептал чужие имена Я такой уже не больна Подведём итоги сегодняшнего подхода Мотор обслужен Почищен Смазан Осталось только Его скрепить Вот этими вот Винтиками крепёжными Дальше значит Лентопротяжка Продолжает Осушительную процедуру Продолжает сохнуть Значит каркас У нас стоит и ждёт Лентопротяжку Я не буду устанавливать платы Пока мы не установим Вот эту лентопротяжку И значит ещё предстоит Работа над усилителем мощности Но это в какой-то В одной из Следующих серий Я думаю что Работу над ним Оставлю я на самый На самый Конец Ну а на сегодня У нас с вами всё Благодарю вас за просмотр Желаю вам Всего доброго Берегите свой магнитофон И до новых встреч в эфире Пока Как говорится Денис Видео специально для тебя Значит во-первых Коробочка 100% родная Кассетка выглядит Вот таким вот образом Бумажка не репринт Железобетонно Не ну она напечатанная Но это не перепечатка Чего-либо Вот катушечки Здесь смотри Вот Обрати внимание Денис Катушечки Абсолютно белого цвета Но вот с этими Окошечками Блин Ну понимаешь да Какими Но они белые Вот такое подделать Как это целый геморрой Нет Это вряд ли Потому что здесь уникальные Например сами бобиночки На которые лента наматывается Вот Потому что они белые Ещё раз подчёркиваю Белые-то хрен найдёшь Вот Поэтому я думаю Что-то всё-таки уникальное Такая Уникальное исполнение Так скажем Хотя чё Лжи Лжи Да Ну Голд Стар Лаки Голд Стар Собственно вот бумажка муха бумажка у я блин мягко упала хорошо бумажка вот в принципе бумажка ничего особенного в общем-то да не подписано там кем-то там не первый владелец ее без каких-либо обосновать опознавательных знаков но качественной полиграфии нормальная поэтому я фиг знает ну не похожа она на какой-то там левак и господи старость не рада молодость гадость вот вот еще раз хочу хочу акцентировать внимание на том то что катушечки беленькие не стремящиеся быть прозрачными вот собственно так что такие делишки